Аварии с участием водителей службы такси в нашем городе инспекторы ГИБДД фиксируют практически ежедневно. Причины и в большом количестве таксующих и в их непрофессионализме. Сегодня в 11-м часу утра в жуткой аварии серьезно пострадала пассажирка такси, а водитель погиб на месте. Водитель такси выехал на встречную машину, в встречную полосу движения, и получилось, что перевернулась автомобиль. Через какое-то определенное время подъехала скорая, забрала женщину в возрасте, вроде как, с рукой что-то, какие-то проблемы, видимо, перелом. Позже инспекторы ГИБДД составят схему аварии и выяснят, что водитель такси марки Дайхатсу не просто резко выехал на полосу встречного движения, а буквально ехал по ней на немалой скорости, с самого поворота от улицы Декабристов и по 40 лет Победы. Мужчина допустил столкновение с пассажирской газелью 40-го маршрута, а затем от удара отлетел в Тойоту Филдер. Следовавшую за отечественным авто. Он же перевернулся, мы обратно на колесо поставили, он же на боку лежал, прямо на голове, он делал ветроик, на голове водителя лежал. Мы думали, может, живой, перевернули, обратно на колесо поставили, и оно все. Он кого-то обгонял, или что-то на встречку там выехали? Никого не обгонял, он спустил, видимо, а лечил, гадить, говорит. Мужчина 1977 года рождения скончался на месте, а женщина-пассажир 1955 года рождения доставлена в БСМП с отресением головного мозга, черепно-мозговой травмой, переломом ведра и плеча. Известно, что водитель трудился в службе такси в течение трех лет. Автомобиль, на котором он работал, принадлежал арендодателю. В остальных обстоятельствах трагедии еще предстоит разобраться следствию. Яна Попова, Владимир Селиванов, Местное время.